здравствуйте мужчина привет меня зовут евгений павел это передача называется кто умнее она посвящается 9 мая а вопросы будут о о тех событиях страшных и ужасных и как наверное думали все люди на планете что такие события больше не будут происходить на планете у тебя есть время да ну вообще на работу спешу конечно но пару минут и меня есть уделить юному блогеру влогеру как модно сейчас говорить спасибо тебе большое эта передача посвящена 9 мая чтобы напомнить всем людям на планете о том чтобы такие страшные вещи как происходили тогда больше не повторялись хотя они повторяли живет после этого повторяются до сих пор ну убийство насилие смерть всегда повторяется в жизни ничего нового так скажем к сожалению отвечаешь ты и также отвечают зрители они пишут ответ в комментариях в конце этой передачи я говорю правильные ответы за каждый правильный ответ ты получаешь 100 рублей давай вперед по льду какого озера проходила дорога жизни ладожского я не знаю правильный ответ он будет в конце этого видео а вы пишите свой вариант второй вопрос вторжение немецких войск в какую страну считается началом второй мировой войны я думаю что во францию скорее всего я честно говоря не я не очень силен в историю к сожалению сложно держать в голове такое огромное количество информации как бы помнить какие-то факты то есть я не вижу в принципе смысла как бы досконально помнить даты и какие такие моменты хочешь я расскажу тебе в чем вообще смысл помнить эти даты на самом деле да давай чтобы как-нибудь ты шел по улице где подходит но только если для этого да да ты говоришь ну я не сказал франция париж но может быть хорошо пишите свой вариант третий вопрос глава правительства италии и союзник гитлера мусор 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 линия известный факт если вы также считаете пишите в комментариях четвертый вопрос какая страна первой оказала военную поддержку германии ну либо это финляндия либо либо италия вот но скорее всего финляндия потому что как бы мы перед началом второй мировой войны финляндии напали на финляндию чтобы захватить какой-то кусок земли и как бы в ответочку в общем-то финны вступили войну за сторону германии но видно что ты соображаешь спасибо здесь не специально так это не подравниваешься усики а мне как мне так нравится как у меня всех едет принципе за это как бы там девушка и родители и все говорят что давай постриги бороду приведи себя в порядок не знаю я как бы против того чтобы мне диктовали какие-то вещи которые нравятся эстетически или нет как бы мне мне так комфортно как бы сейчас у меня сегодня было может быть хватит у нас сегодня 9 мая было желание с меня куда побриться что цене как бы открытие выставки но я решил то не делать ну ты спросил я ответил что за выставка выставка в галерее digital masters на ваське приходите сегодня в 7 часов открытия выставки какая страна напала на американскую военную базу в декабре сорок первого года наверное виппе япония была я думаю может быть нет или нет они в сорок первом году было на думаю что япония я думаю что да япония хорошо вы пишите свои варианты ответов отправляйте это комментариям а мы сейчас будем озвучивать правильный ответ давай вперед интересно послушать по льду озеро проходила дорога жизни но понятно но отвечай все понятно ладожское озеро вторжение немецких войск в какую страну считается началом второй мировой войны эта страна называется польша да ты сказал финляндия так сказал франция но дома до сказал франция глава правительства италии союзник гитлера бенита муссолини все верно какая страна первая оказала военную поддержку германии ты сказал франция нет все ты сказал я все напутал все напутал плохой блогер чтобы меня запутали чтобы запутать всех на все и так запутаны я не хочу чтобы мне трактовали как нужно делать историки в общем-то в первую очередь они все напутали в принципе согласен туда бери берду который они пишут кто знает что там они написали под каким кайфом они сидели все это затрачили кто диктовал им кто пассивная агрессия пошла тем более так словакия а не финляндия из какая страна напала на американскую военную базу декабрь сорок первого года перл-харро япония на сколько правильных ответов ты ответил тоже я не посчитал так ну япония рада это уже 200 рублев бенита 3 ну пока передай привет кому-нибудь пожелай нашим зрителям что-нибудь а ну вообще 9 мая ну по 9 мая надеюсь что никогда больше такие события не повторятся и человечество человечество образумится вот и перестанет в принципе воевать против кого-либо и такие предпосылки не будут созданы в современном мире привет хочу передать свои девушки ксении и своим родителям друзьям коллегам всем привет всем хорошего дня купи себе кофеечку там попешь на досуге можно посмотреть это называется негодяй тв хорошо спасибо все пока удачи вам счастливо тебе пока дорогие телерадиоуслушатели ставьте комментарии пишите лайки комментарии какие-нибудь ставьте хорошие и чтоб у всех все было хорошо мирно понимаете мирно чтобы было как хорошо же в мире жить это же чудесно это это же чудо-юдо в описании есть мой этот второй канал он в ю тубе находится там я делаю прямые эфиры для тех людей кому я нравлюсь кто будет какой симпатичный прикольный парень именно для тех людей так кого я не очень расположил к себе кто думает что я еще тот в том можете на тот канал не переходить к лайки обязательно вставьте этот лайк и еще очень важная хрень да в муссолинте их пожалуйста все спасибо большое до свидания погнал люди прошу я потише потише войны пусть идут по угле айс на крыше айс на крыше мир на земле айс на крыше не , айс на крыше мир на земле